Здравствуйте! Это информационный выпуск. Сегодня в студии Георгий Плеев. Главные выпуски. Южный сад собирает внушительные урожаи, совмещая бизнес с благотворительностью. Все хорошее студенчеству. Мегафон Южная Осетия предлагает студентам выгодные тарифы. В день города Квайсинцева дарили подарками. Без внимания не осталась и малышня северной столицы. МИД Южной Осетии отреагировал на высказывания грузинского премьера Гарибашвили, который на сессии Генассамблеи ООН снова задался вопросами оккупации Грузии, общих врагов и прочего. В общем, все в духе стандартной политической риторики грузинских властей. В заявлении внешнеполитического ведомства республики сказано. С сожалению, приходится констатировать, что грузинские власти никак не могут избавиться от своих фантомных болей и принять геополитические реалии, сложившиеся в регионе после августа 2008 года. Осетинский народ, не единожды испытавший миролюбивые в кавычках отношения Грузии, прекрасно понимает истинный смысл и цену подобным словам. Вновь подтверждаем неизменность курса Южной Осетии на укрепление дружественных отношений с Российской Федерацией, являющейся гарантом мира и безопасности. Президент Южной Осетии Алан Гоглойв направил Леониду Пасечнику поздравительную телеграмму в связи с избранием его главой Луганской Народной Республики. Победа на выборах явилась признанием вашего авторитета в качестве руководителя, пользующегося высоким доверием народа. Несмотря на все трудности, вам удалось сплотить людей, объединить их ради возрождения Луганщины. Желаю жителям республики в вашем лице установления прочного мира, добра и благополучия. Сказано в поздравлении. В поздравлении же Денису Пушилину, избранному главой ДНР Гоглойв отметил, что убедительная победа Дениса Пушилина свидетельствует о высоком доверии избирателей и решимости жителей республики продолжить борьбу за меры права граждан. Убежден, что присущие вам качества государственного деятеля и впредь будут служить развитию республики. Желаю героическому народу ДНР крепкого благополучия и мирного неба над головой, заключил Алан Гоглоев. 50-процентные поблажки студентам Госуниверситета имени Александра Тибелова по специальным тарифам. Мобильный оператор Мегафон Южная Осетия предлагает всем, без исключения студентам очного отделения, выгодные тарифы без учета отметок в студенческом билете. Елена Газаева продолжит. Мегафон Южная Осетия запустил специальный проект для студентов Государственного университета. На все время очного обучения при подключении к тарифам цифровой и максимальной студенты получают ежемесячную 50-процентную скидку от суммы абонентской платы. Мы реализовали уникальный проект, в рамках которого каждый студент дневного отделения Югостинского университета получает возможность подключиться к тарифным планам цифровой и максимальной с ежемесячной скидкой в размере 50%. Наша главная цель в этом направлении сделать услуги связи для студенческой аудитории более доступными. Для получения обратной связи и изучения потребностей касательно услуг связи специалисты компании ежегодно проводят встречи со студентами. При пользовании самыми востребованными тарифами цифровой и максимальной мы не исключаем право пользования тарифным планом студенческий. То есть студенческий тариф изначально был нами введен тоже для студенческой аудитории, но учитывая возросшие потребности в плане потребления интернет-трафика, голосовых минут, мы решили реализовать такую важную инициативу для студентов. Студентам также доступна дополнительная опция «Безлимит на звонки», что позволяет не расходовать основной пакет минут между тарифами. Подключиться к льготным тарифам можно, предъявив студенческий билет при обращении в центральный офис мобильного оператора. Лена Газаева, Рауль Кочиев, информационный выпуск сегодня. У Южной Осетии большой туристический потенциал, поэтому специалисты в этой сфере лишними не будут. Сказано, сделано. В ЮГУ проходят курсы гидов-экскурсоводов. Стелла Бязрова подробнее. Безвозмездные курсы для желающих получить профессиональные навыки гида-экскурсовода организованы Государственным университетом. Занятия, которые в республике проводятся впервые, проходят в онлайн-формате. В тонкости профессии курсантов посвящают российские специалисты. Идейный вдохновитель организации курсов – общественный деятель-экскурсовод-любитель Юрий Бетейв, по словам которого, туризм в Южной Осетии поступательно развивается, что предполагает острую необходимость в специалистах по этому направлению. Турист в государстве Алания развивается потихоньку. С Гуран-Карсановым мы реально люди, которые работают с туристами, уже более седьмой год. И для нас потребность появилась, чтобы мы подключили новых гидов, потому что поток увеличивается постепенно, с каждым годом, учитывая внешние политические моменты вокруг Российской Федерации. И мы должны подготовиться к приему гостей. Да, это не будет завтра, послезавтра, но это будет. И мы должны быть готовы к приему гостей. И таким образом появилась инициатива у меня, идея. Я обратился к руководителю ЮГУ Вадиму Ботазовичу. Он принял двумя руками «за». Он сказал, мы участвуем в этом процессе, потому что это для развития нашего государства. Поставленная грамотная речь, коммуникабельность и чувство юмора необходимы качества для идущих в профессию. Гид-экскурсовод должен подавать информацию, обладая умением заинтересовать туриста, удерживая его внимание. Однако самое главное – знание истории, культуры и традиции. В этом курсантам помогут югостинские историки и преподаватели вуза. Первые две недели сейчас курсы будут дистанционные. А потом уже вместе с Колбеком, Роберт Петрович, Таба Ивановна Георгиевна, вот они будут проводить уже здесь, на месте еще другие, будут привлечены. Мы с Гуромом уже реальные занятия проведем, как с людьми общаться. Здесь будут вопросы по спасению первомедицинской помощи, потому что это очень важно. На самом деле мы с этим сталкивались. Желающих пройти курсы экскурсоводов много. Регистрацию на обучение прошли более 30 человек, среди которых и члены клуба «Аполлон». Анна Кукоева, сотрудник Минэкономразвития по направлению туризма, считает знания в этой сфере необходимыми, так как туристический потенциал Южной Осетии, по ее словам, велик. Это очень актуальная профессия, и, к сожалению, у нас нет профессиональных кадров в этой сфере. И очень, конечно, было бы здорово, если бы те, кто сегодня будет обучаться, серьезно взялись за работу и продолжали в этой сфере развиваться, потому что Южная Осетия имеет большой потенциал в сфере туризма. И кадры такие нам очень необходимы. Продолжительность курса в 6 месяцев. По завершению обучения каждому участнику будет выдан сертификат гида-экскурсовода, что позволит пополнить туристическую сферу республики профессиональными кадрами. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Яблоневые плантации Южного сада и в этом году принесли внушительный урожай яблок. Сбор самых разных сортов сейчас в самом разгаре. О том, как Южный сад собирает урожай, совмещая бизнес с благотворительностью, подробнее расскажет Агунда Гобозова. На яблоневой плантации Южный сад в самом разгаре сезон сбора урожая. Фермеры планируют собрать до 2000 тонн яблок. Для 200 работников плантации рабочий день начинается в 7 утра и завершается в 4 часа дня. Здесь задействована и приглашенная рабочая сила. В корзины отправляются яблоки самых разных сортов. Местер, Гала, Голден, Фуджи и Пинк Леди. Каждый контейнер вмещает около 300 килограммов яблок. Сбор урожая начался в августе и завершится в течение двух недель. К этому времени собран урожай сорта Гала. Сбор урожай, Галатон, Фуджи и Пинк Леди. Сбор урожай, Галатон, Фуджи и Пинк Леди. По словам Ливана Бекоева, этот год смело можно назвать урожайным. Для упрощения сбора яблок дирекции Южного сада приобретена специализированная техника, позволяющая рабочим собирать яблоки прямо в плодовоз. В день, по словам директора, сада удается собрать более 80 тонн фруктов. Яблоки здесь срывают с дерева по особо темноте. Технологии бережного сбора. Рабочие аккуратно берут плод за воротник и приподнимая его срывают. Благодаря такой технологии яблоки сохраняют товарный вид и не портятся, дополнил Бекоев. Проводить ежегодные благотворительные акции для Южного сада стало доброй традицией, которой они стали изменять и в этом году. Владельцы сада снова передали в дар яблоки в государственные организации. На сегодняшний день организация не имеет определенную точку сбыта, но при этом каждый желающий может приобрести яблоки здесь прямо с сада. Южный сад поставляет свою продукцию в основном на российский рынок. К сожалению, я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Агунда Губо, Заварина Атмедоев, информационный выпуск. Сегодня. Игрушки, детские площадки. Самое главное, внимание, представители политической партии Нахас наведались в Квайсу в День города с подарками и добрыми пожеланиями. Подробнее в нашем следующем репортаже. В День города воспитанники Квайсинского детского сада тоже получили подарки. Партия Нахас обеспечила малышню игрушками, в чем они в силу возраста испытывали крайнюю необходимость. И хотя у дошколят и воспитателей сада пока достаточно проблемных вопросов, со временем они тоже будут решены, сказала председатель партии Дзита Бесаева, подробно ознакомившись с условиями работы дошкольного учреждения. Не только сама ребятня, но и воспитатели рады соответствующим храму детства подаркам, отмечая, что в возрасте их подопечных игрушек много не бывает, а разной плюшевой живности им как раз недоставало в течение долгого времени. Теперь же, когда каждый ребенок снабжен собственной игрушкой, малышам обеспечен достойный досуг. Также на днях коммунальщики установят детскую площадку, которая преподнесена к воесинцам в качестве подарка ко дню города от партии Нахас. Партия Нахас в рамках проекта «Площадки детям» также пообещала Кваисе, еще когда мы приезжали сюда во время предвыборной, подарить детскую площадку. Вот сейчас мы реализуем как раз эту программу, свой проект, и мы с удовольствием подарили эту площадку Кваисе. Мы до этого подарили Джавскому району, вы увидели, наблюдались. И сегодня мы решили это сделать как раз в праздничный день для Кваисе. Активное участие в социальных инициативах Нахаса принимают представители Молодежного крыла партии. Посещение Кваисе в день города не стало исключением. Одной игровой зоны на целый город недостаточно, поэтому, по словам работников жилищно-коммунального хозяйства, уже в скором времени в центре появится еще одна детская площадка. Как следует из слов партийцев, Нахас и дальше продолжит притворять в жизнь необходимые гуманитарные проекты в рамках собственных социальных инициатив. Яна Плива, Регина Чешткоева, Александр Кукоев, Ренат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Юные юго-осетинские шахматисты отыграли сеанс одновременной игры с членом Олимпийской сборной Кубы Хорхе Гонсалесом. Результат встречи совершенно непредсказуем. И неожиданно как для гроссмейстера мирового уровня, так и для юных шахматистов республики, которые одержали сокрушительную победу со счетом 7-2. И это, несомненно, большой успех юных бойцов интеллектуального ринга. В начале сентября юношеская сборная Южной Осетии принимала участие в большом международном онлайн-турнире по шахматам. И наша команда смогла занять второе место на этом мероприятии. И организаторы, там были в том числе организаторы из Кубы, они в качестве поощрения для наших юных шахматистов сказали, что попробуют организовать мастер-класс или сеанс одновременной игры. Я думаю, что это для наших детей очень полезно. Во-первых, сыграть с международным гроссмейстером такого высокого уровня. Плюс это налаживание контактов, связей между нашей республикой и дружественными нам латиноамериканскими странами. Ну и настало время узнать прогноз погоды на завтра. В республике ясно, без осадков. В Знаурском районе днем 21, ночью 11 градусов тепла. В Идзавском районе днем 18, ночью 7. В городе Квайса днем 16, ночью 5. В Ленингорском районе днем 19, ночью 9 градусов тепла. В Цхинвале днем 20 градусов тепла, ночью 10. Это все на сегодня. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»